ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Убирай она! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, друзья, это не хобби! Это не хобби, все! Да! Хобби у нас другое! Кому интересно, могу показать! Еще я сегодня утром обнаружил, друзья, кто-то обгрыз уши. Вот, смотрите. Кто-то обгрыз уши. И то не обгрыз, а обрезал ножиком. То именно! Саня говорит, что не он. Да-да-да, ты его борис вчера. О, видите? Саня говорит, что не он. Я зашел, губы черные, говорит, нет, не я. Вот так у нас дождь сейчас заливает. Мелкий дождь идет, идет и идет. Ну, хорошо все позеленеет. На поля тоже хорошо. Сейчас пойдем туда, будем там разбираться. Совет ваш нужен, драгоценный. О, пустился сильней дождь. О, пустился сильней дождь. Чтоб сильно не поправлялся и более-менее нормально. Дождь, не дождь? Санька все равно в работе. Кто-то написал в комментариях, что водолаге, стажанат, свиньи, это так. Хобби. Я вам скажу, я бы не хотел мне такое хобби. Я бы тем более. Да, если порой не приносило вывода, чтоб таким хобби занимался. Поэтому, что-то интересно, есть хорошие результаты от всего этого. Поэтому и занимаемся. Это не хобби, друзья. Это багажник. Кост, вы бы хотели себе такое хобби? Каждый день с утра такое. Хобби. Блок. Блок. Наговаривай. Да? Ну? Ну? За боку она моя. Что не сознаешь? Продолжение следует... 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 так сколько у тебя раз два три четыре пять шесть семь а нормальный в этой сосков нормальный в этой эти две хорошие на свиномат ну пойдут по таким признакам и у нас такой вопрос именно что касается сарая то есть нужны советы мудрых людей мудрых понимающих разбирающих это вода течет на вытяжке пленка продырявилась ничего страшного нету значит смотрите уважаемые что мы тут сделали мы сделали опалубку для желобков 25 сантиметров здесь и здесь что мы как бы пересмотрели переиграли передумали это мы готовим для заливки все равно думаю буду показывать как есть сам по себе процесс заливки тоже будем показывать но что позже значит мы передумали по бокам внизу именно что касается метра вот этого вложить газоблок и плитку передумали почему потому что будут клетки и где сами клетки сантиметров 70 от стенки будут для поросят то есть ограждение сами маленькие поросят они повредят профлист ну грубо говоря на всякий случай не повредят а где будет откормочные клетки для откорма там будет стоять кормушках стене туда и кормушка им не даст контактировать с профлистом это где откорм а где свиноматкам там будет маленькая решетка для поросят я думаю понятно ну то есть переиграли вложить по периметру плитку и газоблок десятку переиграли положим там плоский шифер он тут та сторона а здесь эту сторону просто положим плитку и все метр это первое второе что мы решили мы решили заливать не с миксера а купить гранат сев цемент турецкий вот этот маленьких мешках даса хороший и заливать клетки вручную добавлять все присадки для бетона и заливать вручную так предложил саня говорит зачем бетон покупать лучше заливайте вручную саня почему ты так сказал не серьезно но бетон крепкий будут будут крепки до саня говорит зачем это будем бегать вот этот ажиотаж с миксера и выходит с миксера дороже чем мы просто купим гранат сев и будем заливать сами гранат севом с добавлением всех необходимых просадок то есть вот так решили что вы скажете пойдет будет такой бетон держаться у меня то там держится там вообще не гранат сева песок и цемент грубо говоря раствор и держится это в этом сарае это будет гранат сева цемент без вообще песка то есть вот эти ваши все от эти советы кто что напишите подскажите то есть а так у нас уже подготовка вся готова и по клеткам по клеткам мы планируем сами клетки то есть перегородки на клетки решетки нижнюю часть делаем сантиметров 30 35 цельный лист ну к примеру 2 миллиметра а дальше уже пошла там решетка какая-то почему внизу ну что поросята маленьким не перебирали с клетки в клетку то есть это мы так думаем делать что касается клеток тоже рассказал здесь что мы сделали все эту дверь поставили уже откосы замазали сделали тут а мы сделали замок уже этот закрывает тут обошлись вот такими вот металлическими уголками и она за них заходит и закрывает а сюда замок поставили вот так замок стоит тоже не мог зайти а сейчас уже стоит все чики-пики с этими дверями разобрали ширина дверей 90 сантиметров то есть говорят что тачка не проходит тачка проходит 65 сантиметров то есть двери нас эти устраивать шире мне надо у меня вон там двери он том сарае 70 сантиметров он и тачка все время туда заезжаем убираем и он сейчас даже тачка стоит эти двери 90 то угадает зачем мы саня сделали эту крепучую полочку на 300-400 килограмм вот кто из вас угадает первый тому саня подарит свой новый телефон что купил с первой зарплаты до сами кто угадает вот так сани скоро опять вторая уже зарплата я спрашивал куда будет тратить деньги сказал пока будет собирать то есть спрашивали там что саня будет со второй зарплат будут собирать на дом на жилье покупать себе дом подыскиваю час дома тоже человек думает наперед и аська погрызла у сани новый кроссовок и кабель с ноутбука аська пары глазка у него у нее к себе берешь об не скучно было и погрызла ему новый кроссовок ну так не сильно рубах то что он покупал с первой зарплаты короче друзья так тут а по кабинету все мы закончили что касается потолка так закрытие двери тоже закончили потолок тоже вы избив с крыльеваком один раз ну по полочке сказал кто угадает из вас зачем такая крепкая здесь помощь по котель не то же самое все закончили она уже нам пока не надо мы ее вставляем сюда все инструменты хохорушки потому что она не нужна почему мы как бы кто-то говорит две-три недели и будете заходить новый сарай мы думаем не успеем потому что много нюансов кроме сарая у нас еще много нюансов других и именно заниматься сараем мы не можем каждый день с утра до вечера заниматься только сараем то есть есть же свои как бы нюансы бытовые другие работы поэтому как быть ну как делаем как можем так и делаем и показываем делаем сами нам самара сколько человек пять шесть тут работать не нас тут работает на данный момент только саня и я поэтому вот так в магазине и и и и Продолжение следует...